гады коньяк иксо органик гастроном органе гастроном нормальное такое можно сказать русское название ну правильно как типа вкус вилл какой-нибудь family owned for как-то фифти фифтин и отсюда 15 generations короче 15 поколений доделают коньяк видимо и они хотели сказать тут вот какие-то знаки такие как-то био органик и прочее прочее 40 процентов для всех стран написано 700 миллилитров то есть даже для сша а как они сделали дали взятку у них же раньше нельзя было 700 миллилитров и сразу вот такая сеточка которая навевает воспоминания о ромах о каких-нибудь винах из южной европы зачем они сделали на коньяке я помню вот еще конт испанское вино берешь когда такой сеточки вот если его потереть потом пальцы железкой воняю ну-ка ага да 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 фу какая гадость сургуч gfgf наверное его как-то на f звали этого года красиво зато чужие сказание ничего тереть так вот я сейчас опять себе под ноготь он загоняет я зато что-то железку тер пункт шестигранный этим пунктом можно болты закручивать то есть вот это как ключ как называется вот тут трещотка еще наставляется так хоп на болтодел так пич и затянул красота я продолжу ковырять блин ну все закончится тем что я загоню себе это под ногой они чё дразни мне обошлось ура какая милая пробочка просто милота пластик ну да похоже что пластик крошка пробка из крошки наливаем цвет бледненький-бледненький как-то от иксо дождешь чего-то более насыщенного тут не крашен прям виски вот по цвету но у виски это даже не нентарный это соломенный зеленый чай липовый отвар зеленый чай аромат кстати липовый отвар у меня ассоциация красная смородина первое а я почему-то про липу подумался вот липовый отвар у меня сразу липовый отвар а может какой-то чайок действительно травяной ароматный не ну ягоды тут точно есть какие-то травяные ноты вообще он такой растительные очень недаром тут листики да вот изображены я сначала не обратил внимание сейчас сижу и смотрю это листья джунгли и тут тоже вот когда трава листья ягоды липовый цвет мелочке проклевываются цветочки да ну такие тоже французского нервы пробуем что-то он какой-то слабовкусный я бы сказал коньяк ты где вообще интересный мне показалось интересно подожди ка еще раз ничего виски пить перед коньяком мед с красной смородины взять перетереть красную смородину и туда меда бахнуть какого-нибудь гречишного самое интересное что при всей его бледности он очень дубовый он просто чертовски дубовый он у него яркая дубовая горечь горечь приходит после сначала мед красная смородина а потом такая вот как будто ты это деревянной ложкой ел не откусил половину нечаянно да прям серьезная горечь такая деревянная дубовая он задублен он даже передублен я бы сказал это первое впечатление продолжаем наблюдение очень интересная самобытная штука я такого еще не пробовал пока не могу сказать нравится это прямо очень или кажется что не очень он это интересно очень нежный очень мягкий в плане спирта но он дает своей вот этой древесиной своей дубовостью он настолько ядренок горчащий вот настолько дубовый и при этом довольно нюансный то есть вкус у него не яркий и вкус за исключением вот этого сверх мощного дуба в принципе повторяет аромат это опять-таки липа это какие-то ягоды это да это тоже какие-то листья трава вот что такое и фиалки да это цветы вот когда цветок сирени ешь какой-то пятилистный нас есть или лист давай когда ешь от пятилистный цветок сирени вот этот вкус очень очень нюансные вкусы то есть я ждал гораздо больше яркости я привык от коньяка больше яркости получает очень нюансные вкусы и в конце ты получаешь кучу дерева после вкусе очень деревянная горькая. Вот такое вот растительное, горькое, да, вот даже вот где-то это с какими-то биттерами перекликается, его это горечь. Да-да-да, и всё это на фоне вот травы, биттеров каких-то, да. Не зря они эти листики нарисовали, не зря. Ну да. Органик-гастроном, видимо, это... Это полнейший органик-гастроном. Аромат у него сильный. А вот от вкуса я ждал больше яркости. Но это не значит, что это плохо, просто я вот ждал, да, как-то вот где-то у себя там... Нюансный он. Причём он богатый вкусный, но не сильно прямо вот не убивает, да. В общем, эта штука необычная. Это не похоже на обычный французский коньяк. Ну, то есть где-то похоже, вот есть цветы, да, вот что-то такое. Но в целом это не похоже на обычный французский коньяк. Я не привык слышать столько дуба и тут нет, да, вот намёка на сухофрукты, на что-то такое вообще нет. Но он ещё подышит. Это же первое впечатление. Это вот свежие травы, свежие ягоды. Да, свежие абсолютно. И куча какого-то дубового отвара. Ну и мёдик. Ну да, и мёд. Прошёл месяц. Ну, цвет не поменялся, я смотрю. Давайте нюхать. И этот коньяк стал куда более обычным. Куда более стереотипным французским коньяком. Цветы вылезли вперёд. Ягоды засунулись куда-то назад. Они тут всё ещё есть, но нюансом. А впереди у нас цветы, липовый чай и мёд. Пробуем. А вот во вкусе он поменялся мало. Он всё такой же нежный. Ну, не то, чтобы хотел сказать едва уловимый. Нет, конечно, не едва уловимый, но я от Эксо жду больше насыщенности. Например, никакой бальзамичности тут нет и в помине. Это какие-то нежные цветочные вкусы. Это всё тот же липовый чай, причём ну, такой, знаете, воды не пожалели в него. Мёда тоже ну, полчайной ложки на чайник. Всё это такое нюансное, вкусное, но очень лёгкое. С одной стороны, это минус для меня отсутствие такой насыщенности, но в то же время и в плане спирта, да, в плане мягкости его питья, в плане мягкости питья этого коньяка, это тоже всё на нюансах. Спирт, он тоже, ну, его тут, считай, нет. Он абсолютно мягкий. Это, наверное, самый мягкий XO, что я пробовал. Ну, или 1S. Он пьётся, как тот самый хорошо разбавленный липовый чай с пол-ложкой мёда. А на послевкусии всё так же приходит дерево. Приходит сильно и мощно, и вы получаете древесную горчинку с цветами. Цветы, они что же в основном горькие, да, если их есть? Ну, или, по крайней мере, с горчинкой. И вот послевкусие именно такое, древесно-цветочное, горчащее. Как я понимаю, в нём нет сахара, в составе его нет, но и по ощущениям его нет. Коньяк интересный, коньяк необычный, особенно при открытии был необычным, сейчас аромат немножко устаканился, и сейчас, нюхая его, я говорю, о, ну это какой-то французский коньяк, но как-то вообще не ожидаешь, что это Эксо. Вот если бы тебе это налили, и ты бы не знала, что это, ну ты бы сказала, что это Эксо. Вообще, наверное, нет. Он какой-то очень-очень лёгкий. Есть ощущение, что его можно налить, не знаю, полный вот этот бокал вот так вот, и просто взять и выпить. И так особо не поморщишься. При этом, я бы не сказала, что он бедный, по ароматам. Он не бедный. Он богатый, но он такой какой-то нежный-нежный. Няшный-няшный. Вот коньяк для женщин типа должен быть такой, наверное, чтобы он был богатый по ароматам, но нежный. А не как вот некоторые делают. Некоторые считают, что женский коньяк это сахара туда положить побольше, и там он будет женский. Тут как раз-таки наоборот, сахара тут вообще нет. Он вот какой-то с горчинкой, с такой парфюмерной, цветочной, дубовой горчинкой. Не знаю, у меня неоднозначные ощущения от этого коньяка. Ну, мне в принципе нравится. Дорогой, так все сейчас дорогое. как бы приятно, вкусно, но иксо, буквы иксо у меня как-то с ним не сочетаются. иксо, иксо. иксо,